Сейчас мы с вами разберем один из самых прикольных плагинов редактора Brackets, который называется Extract for Brackets Preview. Иконку его вы можете наблюдать в менеджере расширений, так как он должен был установиться по умолчанию с программой. Если у вас по какой-то причине иконки нет, идете в менеджер расширений и устанавливаете его. Сейчас я вам покажу, как он называется. Выделю все это мышкой. Так, вот он, Extract for Brackets Preview. Смотрите внимательно, идете в доступные и в поиски вводите название этого плагина. Затем устанавливаете, я вам показывал, как это делать, и идем с вами дальше. Теперь жмем на кнопку плагина в панели расширений и перед нами открывается окно с соглашением. Здесь жмем на кнопочку Accept и дальше видим окошко, где содержится краткая инструкция по использованию плагина. Ознакомьтесь с ней и жмите на кнопочку Try It Now. И перед нами появится рабочее окно, в котором уже содержится базовый PSD макет. На кнопку Open EPSD мы можем добавить свой макет, либо продолжать работать с базовым. Однако я все-таки склоняюсь к своему. Давайте все используем на себе. Жмем на кнопку Open EPSD. И в этом окне жмем кнопочку Stain Info Free, чтобы зарегистрироваться в облаке Creative Cloud. Давайте нажмем и перед нами появится окошко Adapt ID. Здесь обратите внимание, либо вы регистрируетесь, жмя на ссылочку Получить Adapt ID, или если он у вас уже есть, то просто указываете свой адрес, свой пароль и входите в Adapt ID. После входа закрываете плагин и открываете его снова. В итоге мы видим вот такое окно, куда нам и надо перетаскивать наш PSD файлик. А теперь, дорогие друзья, обратите внимание, что в комплекте к данному видео, прямо в его описании, есть прямая ссылка на скачивание файла TestPSD. Скачивайте его к себе на компьютер и перетаскивайте в это окошко. После этого начинается загрузка файла на сервера Creative Cloud, на ваш собственный аккаунт. Поэтому обратите внимание, если у вас не будет подключен интернет, вы не сможете пользоваться этим плагином. Понятно, да? Запоминайте. Далее, смотрите. Также этот файл отсюда уже нельзя будет удалить. То есть он тут будет висеть постоянно, пока вы не удалите его из вашего аккаунта в Adapt ID. То есть после загрузки, сейчас я вам покажу. Так. В общем, после загрузки он у вас появится здесь, видите, да? И теперь будет постоянно отображаться. Вот файлы все видим. Вот наш файлик. Чтобы его удалить, сначала жмете сюда, жмете заархивировать. Так. И потом наш файл перемещается в архивчик. Сейчас. Вот. И уже тут мы можем его выбрать и конкретно удалить, либо восстановить. Я пока что это все дело восстановлю. Вот так. В принципе, сейчас на этом давайте с вами остановимся. Не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал. А уже в следующем уроке мы попробуем работать с этим файлом.